All my dreams are falling fast Aptos – нитевые методы омоложения Быстрый результат Комплексный подход Инновации в омоложении лица и тела Ну что ж, было совсем-совсем не больно Теперь я буду с каждым днем выглядеть все свежее и моложе Спасибо Денису Груздеву и, конечно же, компании Aptos За то, что вы дарите молодость и красоту всем женщинам Aptos – будьте красивы! Справки по телефону – 299 17 99 Вы у нас были? Не были? Нет, мы придем обязательно У меня четверо детей, которые очень хотят пойти посмотреть на вас Приходите! У нас вся программа молодежь И я вот сейчас хочу сказать такую вещь, что слава Богу, что у нас молодеет искусство наше Потому что раньше люди работали очень долго и очень подолгу И выходили уже старые клоуны И какая-нибудь гимнастка 905 года рождения летала на этих кольцах Сейчас все намного, во-первых, все в принципе у нас помолодело У нас помолодели президенты, у нас помолодели все И получается сейчас, вот с Каринкой мы когда общались Раньше люди попадали в цирк, даже как наш папа То есть он начал работать с хищниками в 30 лет Я тут уже 20 лет отработал То есть к тому времени, когда папа создал свой первый аттракцион Артур уже отработал 20 лет Понимаете, да? То есть разницу Конечно, папе в 32 года он только начал У него вся жизнь впереди Естественно, он ушел с манежа А почему раньше так поздно начинали? А все! Возьмите эстраду нашу Вот взять, допустим, опять же, из чего у меня на языке сидит Тот же Валера Леонтьев, та же Пугачева Просто я как-то столкнулся с Юрием Куклачевым И он вспоминал, что ему не давали Не потому, что он не хотел Я тоже хочу, что хотела вот это сказать, что не давали Это у нас счастье, что мы родились у нашего папы Который нас выпустил в манеж так рано А так мы бы тоже поздно У генералов есть свои дети, да? Да, 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 потому что мы бы тоже поздно начали То есть сейчас уже на сегодняшний день мы пенсионеры У этой бабушки каждый раз в метро переспрашивают У меня уже проверяют, у меня пенсионная карта москвича в метро Я езжу бесплатно Бабушка на электричке Бабушка на электричке бесплатно ездит У нас просто у артистов, я не знаю, по-моему, у балетов тоже самое У балетов тоже Льготный стаж получается 20-20 лет Нет, в 35 лет выходят на пенсию На пенсию, да, но у меня получилось 37 я стала пансионер У меня пенсия А ты будешь еще моложе Не да, скоро будет Через 3 месяца Детство Карина и Артур провели с отцом и матерью, которые работали в госцирке Папа Михаил Ашотович Багдасаров в 1979 году представил публике уникальное в Советском Союзе цирковое шоу В котором принимали участие различные хищники, такие как тигры, львы, пантеры, ягуары и леопарды Со своим представлением Михаил Багдасаров объездил множество стран С ним же путешествовали и его дети, Карина и Артур, помогая отцу Однако, несмотря на то, что дети активно помогали в цирке, Михаил Ашотович долго не решался дать своим детям самостоятельные номера Разрешив им выступать лишь в возрасте 15 лет Никакия себя в детстве не видели, кроме как укротительницы тигров Нет, я себя вот как раз таки и не видела укротительницей Когда пришло вот это желание? Пришло, желание пришло совсем Желание пришло от папы Или это под чутким руководством папы? Да, это так и получилось, просто так сложилась в жизни моя судьба, что я поступила в хореографическое училище и танцевала Я мечтала быть танцовщицей, в никаком цирке я не мечтала, естественно А папа хотел, чтобы я работала в цирке И так сложились семейные жизненные обстоятельства, что продолжить учебу до конца я не смогла И папа меня забрал в цирк На тот момент Артур уже познавал АЗы профессии с 10 лет То есть он уже профессионалом был в Ейкокине То есть Артур начал раньше? Артур начал раньше Артур с 10 лет уже ассистировал в клетке, помогал отцу на уровне взрослых ассистентов Пока Михайловна балетом занималась? Да, пока я там Я кошек мучил В 2011 году дуэт дрессировщиков Карины и Артура Багдасаровых после перерыва в несколько лет отправились в гастрольный тур по городам страны Именно на этих гастролях с подопечными артистов начали происходить странные вещи Один за другим начали погибать тигры, участвующие в представлениях Причем у погибших тигров отмечались идентичные симптомы Остановка сердца и спазмы желудков Багдасарова считает, что тигров могли отравить Но при вскрытии эксперты обнаруживали только несвертываемость крови Были какие-то близкие люди, которые вас подставили? Это были не близкие люди, но это эти люди То есть там была целая система Там был заказчик, там был исполнитель и так далее Враги-завистники что не поделили? Обычно какие-то финансовые вопросы, да? Я думаю, что это было просто чисто... Надо было выбить почву из-под наших ног Кому перешли дорогу? Кому-то, я не знаю, кому перешли дорогу Но дело в том, что получается какая история Что конкретно с тобой сделать никто ничего не может Потому что это уголовная ответственность А что может выбить из ног? Работа Работа, работа, любимые животные, все Думали, что мы стухнем, сдуемся Не сдулись? А мы как та лягушка Барахтаемся, барахтаемся И опять не плагу Что помогает барахтаться, барахтаться? Семья, дети, любимые вторые половины Что вдохновляет жизнь В моем случае Мне очень помог мой муж Если бы не он, я бы просто вышла бы в окошко Потому что все-таки Артур, он мужчина Он более сильный Он более такой холодный рассудок Ну, это мужчина Мы, девочки, совсем по-другому все переживаем И реально просто я на нервной почве Воправилась на 12 килограмм Потому что я жрала плюшки и плакала Потому что я уже не знала, что у меня будет на следующий день И если бы не поддержка Дениса, моего супруга Мне было бы очень плохо Он это все переваривал И он мне создавал такие условия Чтобы когда я приходила домой Мне было бы хорошо Он не человек цирка Нет, он цирковой человек Он тоже очень много лет отработал акробатом Он работал в цирке артистом А сейчас он наш главный администратор Сейчас такой семейный бизнес Да, наравне стариной с Артуриной женой Да, тоже она у нас администратор То есть у нас вторые половины Наша административная часть Нашего марлезонского балета А мы... Творческая часть Гастрольный тур циркового представления Тигршоу насчитывает многие города Причем не только в России Но и далеко за ее пределами Своими уникальными трюками и постановками Родственный дуэт сыскал любовь Миллионов зрителей по всему миру Которые за их качественную и захватывающую работу Отплачивают артистам Аншлагами и бурными аплодисментами А профессионалы цирковой отрасли Непременными наградами Престижнейших всемирных конкурсов и фестивалей Есть какие-то каникулы у цирка Или вот эти гастроли же Когда-то заканчиваются Как проводят свободное время Где люди отдыхают Ну вот у нас допустим до Уфы Были очень большие каникулы Мы практически 4 месяца сидели дома Мы отработали Питер 2 месяца А потом сидели Загорали Но это было хорошо Почему? Потому что мы хорошо отдохнули Кошки наши отдохнули Все забыли У нас же большое количество молодняка Который был уже отрепетирован И сейчас они опять в Уфе вышли в манеж Все забыли И у них какая ситуация происходит Они маленькие как дети Ничего не боятся Все делают А сейчас они уже подросли И он уже залазит на высоту На какую-нибудь Ну уже страшно Он уже так не бегает Как бегал раньше И вот сейчас опять Сняется все с начала Как выживает цирк сегодня Благодаря Поддержки нет Я правильно понимаю? Или она все-таки есть? Нет Я вам скажу Сейчас цирк выживает Как раз за счет Именно тех прокатчиков Тех артистов Которые создают на своей базе программы Вот такой аттракцион как наш И вкладывают туда уже Те деньги, которые заработаны Слава Богу Наше правительство Обратило внимание на цирки И Владимир Владимирович Путин Издал указ 13-го года Подписанный Что можно Помогать государственным предприятиям Другим людям Частным инвесторам Регионам Раньше в чем была проблема Вот допустим Того же Уфимского цирка Так как он считается Московской собственностью Из бюджета Из местного Ничто не могли туда Федералы не выделяют Тоже в эту проблему Никто не имеет права Даже вот я сейчас хочу Никто Большая статья расходов Ваше кормление Большая Не ваше кормление Кормление Наши кошки В течение за месяц Съедают почти Что в 400 тысяч рублей Это то, чем мы кормим Наших животных Посмотрите, какое красивое Качественное мясо По поводу Владимира Владимировича Путина Братья Запашные Как раз участвовали В ее предвыборной гонке В 2012 году Вот вам как-то предлагали Членам правительства Или кто-то еще Работать как-то Совместно с властями Ну, дело в том Что мы с Артуром Состоим в рабочей группе В общественной палате Да, то есть Мы занимаемся Таким серьезным делом Как проводим Работаем над законом Который позволяет Нашим животным Жить хорошо И чтобы не было Таких вот моментов Как в нашей жизни Произошло То есть мы активно Работаем в общественной палате Именно по защите животных У меня есть несколько вопросов У него не оказалось Страховки И вы выбивали денег С него на ремонт Своего авто Да, был такой Это было давно Потому что у меня ехал Какой-то джихад такси Ну, 99-й, да? Лада, Седан, Баклажан Двинс, да? Ну, это вы знаете Такая ситуация есть у нас У нас вообще в Москве Очень весело У нас ездят люди Которые могут Вообще без прав быть Мне кажется Это не только в Москве, нет? Вообще не на свои машины Да ладно У нас целый рейд прошел Проверили права У маршрутчиков У половины не было прав Представляете? Люди, которые возят людей Кошмар Они просто вот он С аула откуда-то Они их понабрали И катаются Приходилось ли вам Когда-нибудь стрелять в тигров? Конечно И не раз У меня была компьютерная игра такая Я так уже У нас Смотрите, какая штука Сейчас еще раз объясню Что вообще происходит Тигры по натуре Они одиночки Они никогда не пересекают Границу другого животного Такого же хищника В отличие от львов Львы праведные животные Они любят жить в семье У нас все Большая часть самцов И если вдруг Начинаются какие-то разборки Их единственные Как можно друг от друга Отцепить Это либо выстрелами Либо разливать водой Которая стоит у нас Два бронзбойка У меня короткий близ для вас Продолжите мою фразу Я люблю Я люблю жизнь Жизнь? Да Меня раздражает Невоспитанные люди Неискренность Деньги для меня значат Возможность расти Продвигаться Вкладывать в свои проекты Путешествия И так далее Продвижение по жизни Да Я отдыхаю когда? Когда здоровы мои животные Здоровы моя семья Когда все в порядке На работе Тогда я могу отдохнуть У меня рядом людей Одни тигры Да Счастье это Счастье это Когда рядом мой сын Рядом мой муж Рядом мой брат Вообще когда вся семья рядом Это мое счастье Когда здоровы близкие Я думаю так Я мечтаю о Я мечтаю о доме в Италии На берегу моря Главное тогда я тоже буду о доме мечтать Будем с тобой вместе мечтать о доме Ну мечтаю о чем-нибудь другом Почему? Пусть ваши мечты сбываются С вами была Светская Хроника До встречи на следующей неделе Пока Дала бы сейчас Говорили обо всем Слава Богу Хорошо Потому что Вы просто Были интересные Было хорошо Так ненавязчиво Очень приятно было с вами общаться Потому что порой бывает Приходишь и сам начинаешь Что-то вытягивать Непонятное Наша беседа проходит В ресторане итальянской кухни Морензи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok